Вот сейчас я сделаю обзор такой небольшой по книге Галли Поттера и Дары Смерти. Вот такой дизайн. Эту книгу увидели многие, поскольку когда выходил сам Галли Поттер, то фанатов было просто множество. Я же прочитал всю серию Галли Поттера. Книги мне не очень нравятся. Ну, к сожалению, уже вся трилогия Галли Поттера закончена. Вот здесь написано, как бы сказать, синопсис книги. Ну и вот Джон Кэтлин Роллинг. Последняя книга стала решающей во всем. Тираж здесь. Ну, тираж, тираж. Где бы его найти? Ну, вот она здесь. Для данного тиража 200 тысяч экземпляров. Вот. Ну, это тираж, он очень здоровый. Сама книга состоит из, ну, 638 листов. Это вот моя такая закладка «Человека-паука». И из 36 глав. Ну, вот она, в принципе, вот такая вот вся. Немножко, конечно, такая заляпанная, потому что уже старая у меня. Давно я купил, как она только вышла. Вышла она в 2008-2007 году. Ни черта себе, какая она старенькая. Сейчас в 2013-2007. Ну да, долго ее ждали. Кажется, вот недавно, как будто все было. Так, перевод. Перевод. Тут Ильина, Лопухина и Сокольский. Вот, все части о Гарри Поттере написаны. Книги я их все читал. Само же мне понравилось. «Тайная комната», «Клубок огня» и «Принципа укровка». Ну, конечно, это, в принципе, все части мне понравились, но я те как бы выделил. Вот, эта книга посвящается семерым людям. Седьмой, это я, получается, как читатель. Вот тут стих «Вотворение». И вот глава первая. «Возвышение темной лорды». Вот так вот. Ну, эта книжка очень интересная. Стоило бы ее прочесть, конечно. Кто не читал. Хотя, в принципе, большинство фанатов и фанаток о Гарри Поттере это точно, эту книгу читали. Ну, вот так вот. Вон, да может. Ну, ладно, пока все. Хотя нет, смотрите. Дизайн хороший, мне нравится обложка.